Наши болельщики знают о себе совсем мало, и новый игрок. Расскажи про себя, где родился, про свою семью, кто привел в футбол. Родился я в Казани, закончил футбольную школу. Что можно сказать про себя? Семья у меня обычная, рабочая. В детстве родители занимались спортом, как активно, но потом как-то не сложилось. Мам в легкатлетике, папа в гимнастике. Ну, и футбол попал через друзей, через школу. Меня пригласили посмотреть, мне понравилось. Я даже, в принципе, не думал, я для себя тренировался, играл, но это был кайф. В футбол меня в команду привел мой друг, нынешний футболист. Мы вместе с ним пошли в одну команду. Называлась она «Мотор Казань». И это были две конкурившие команды с Рубином. И потом эти две команды соединились, и у нас уже полноценный Рубин стал школой. И так потихоньку и пошло все. Марат, знаешь, что? Вот сейчас искал тебя в социальных сетях и вожу, значит, Марат Сидников. И выходит тоже Марат Сидников, твой нафамилице. Он тоже играет в системе футбольного клуба «Рубин». Не брат случайно? Нет, я даже не знаю, если честно. Ну, хорошо. Можешь зайти в ВКонтакте, посмотреть. Можешь действительно брат. Расскажи про своего первого тренера. Как говорится, первый тренер – это очень важно для игрока молодого. У меня было два первых тренера. Это Олег Викторович Житков и Сергей Иванович. Ну, как сказать? Были… Ну, как, они хорошие тренера. У нас всегда была дружная команда. Они всегда пытались спрятить команду. Ну, как сказать? Ты не знаю, даже. Ну, в общем, каждый тренер тебе наверняка дал что-то свое, да? Ну, эти тренера применения футбола увидели во мне. Талант? Талант, да. Можно так сказать. Марат, вот знаешь, как бы все приходят в большой профессиональный футбол с мечтой. Ты мечтал в детстве стать профессиональным футболистом? Еще раз представлюсь, когда я перешел только в футбол, я даже не задумался. Я даже не знал, что у нас оказание с командой профессиональной. Но потом потихоньку, когда уже стало все развиваться, я очень об этом мечтал. Ну, только об этом. Это моя мечта, можно сказать, с детства. Марат, если вот не футбол, то может парикмахер или слесарь, или по нефти работал бы. Ну, например, какая-нибудь профессия еще есть? Я думаю, ну, я думаю, я бы очень успешно закончил бы и школу, и институт. И, мне кажется, в какой-нибудь юриспруденции больше пошел бы. Хорошо. Ну, так что у нас еще в команде есть юрист, можно так сказать, да? Ну, такой. Марат, вот ты являешься воспитанником Казанского рубина, и в предыдущем году ты отыграл все игры за команду Смоленского Днепра. Скажи, была ли возможность перебраться в первую команду? Смоленского Днепра? Да. Ну, это и была первая команда, просто это вторая лига России была. Так что оттуда, ну, других вариантов у меня не было, и я перешел туда, чтобы не терять практику и дальше ждать свои шансы. Лучше быть, как говорится, номер один на поле. Ну да, лучше играть, чем где-то сидеть и протирать. Потом у тебя, соответственно, возник вариант с нашим клубом и до прихода в новую команду. Знал ли ты что-то про казахстанский футбол, про Ак-Тюбе в частности? Знал я от наших пацанов, от того же Травая, потому что, ну, чемпионат довольно сильный, потому что они играют в ЖТСУ, и, говорит, говорили, что не совсем просто, но терпимо. А про Ак-Тюбе я всегда слышал, ну, что я, пятикратные чемпионы, и даже помню игру на Кубке Содружеств, когда они, конечно, проиграли там в молодежке Рубина. Ну, в принципе, я за многими чемпионатами слежу, и до этого за Казахстанским тоже. А принимал в том матче ты участие, когда тебя проиграл в Кубке Содружеств? Нет, тогда я бы находился в Рубине. А, хорошо. Ну, получается, вот ты подписываешь контракт с футбольным клубом Ак-Тюбе. Какие у тебя эмоции? Пацаны, то есть знакомые пацаны, с которыми ты играл и в Рубине, и кого ты знал, и ты в этой команде, в одной профессиональном клубе, в таком большом. Когда есть знакомые ребята, и ты приходишь в команду, намного легче, и с другими пацанами мы очень быстро нашли общий язык, все отлично себя чувствуют с друг другом, никто не скрывает никакие обиды, ничего, все друг другу все говорят. И эмоции у меня были, я не знаю даже, как описать, но я был очень рад. Получается, тебя встретили в команде очень здорово, да? Да. А вот кого не знал из футболистов? Как, сдружились уже? Да, ну, конечно, я, в принципе, со всеми общаюсь, и легко могу найти общий язык. Хоть и сам не очень разговорчивый, но все равно, ну, мы это можем поспорить, так как у нас интервью идет на отлично. Марат, все-таки вот Казахстан другая страна, да? И привык немножечко к стране. Ты уже побывал, получается, в трех городах. Это Тарас, Шенкент, Астана. В Актюбинске тоже был, получается, вот четыре города. Я не могу сказать, что они сильно отличаются от России. В принципе, то же самое. Похожий менталитет? Да, все то же самое. То есть, привыкать, мне кажется, я уже привык. Марат, ну, тебя бешбурмаком угощали, национальным блюдом? В принципе, я татарин, и бешбурмак у нас тоже есть. А, все, 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 понятно. Ну, тогда пару слов про внутреннюю кухню команды. Какая атмосфера сейчас? Победа, прекрасная победа на ГТСУ. Какое настроение у парней? Мы, у нас такое настроение, что нам надо работать, и работать только, чтобы дальше тоже были только победы, и больше ничего. Нам только это важно. Чтобы болельщики, ну, как сказать, не разочаровались. Такой вот вопрос. Вот почти во всех командах есть, ну, некие прозвища на футболистов. Условно, Роналдиня, Зубастик, Инзаги, Пипа, Гол. Вот. Тебя одноклубник как-то называет, или ты у нас просто Марат? Ну, раньше меня называли Мини, потому что у нас в команде был еще один Марат, он был очень высокий, очень большой, а меня называли Мини Марат. А так Марат, ну, Марат больше не был. И понятно, что у тебя со всеми прекрасные отношения, но все-таки с кем больше всего дружь, с кем больше всего легче, как бы с кем живешь в том же номере, как бы вот так? Это Михаил Петровай. С ним у нас отличные уже давно отношения, мы с ним, ну, не знаю, друзья, мы хорошие. С ним и повеселиться, и посмеяться, и поговорить на душевной теме, так что, ну, хорошо. Вернемся к игре с ЖТСу, все-таки приятно говорить, когда команда выигрывает, и скажи, пожалуйста, какие чувства испытывал после долгожданной виктории? Я думаю, ну, наконец-то. Вот это чувство победы, оно сохраняется, и, я думаю, и сохранится дальше. Был очень рад, ну, безумно рад. Хорошо. Вот в матче ЖТСу чувствуется победный настрой, ребят, и в нападении к тебе был сильнее, все получалось хорошо, но все-таки пропустили два гола. Это недоработка, или все-таки ребята уже при счете 2-0 почувствовали победу, может быть, вот так вот? Скажу так, это не то, что недоработка, потеря концентрации на пару секунд, и тебя наказывают, так что нужно думать о каждом моменте, в каждом, в каждой борьбе, в каждом стыке, во всем. Ну, у тебя, кстати, довольно ответственная позиция, ты у нас играешь на левой бровке защиты, и тебе ее полностью доверили. Удобно ли тебе, комфортно там играть? Это твоя родная позиция? В принципе, ну да, это моя родная позиция, весь левый фланг. То есть, я могу и сыграть, и с краю полузащиты, и защиты. То есть, для меня левая бровка это самая родная. Условно, Марселло из Гаммадрида. Ну, надеюсь, дорастит такого уровня. Хорошо. А вот в случае со вторым голом, когда Никита забил, ты сделал, ну, просто хитрющий финт, как а-ля Роналду, выдал филигранную передачу на партнера. Как часто ты делаешь такие трюки, финты на поле? Вот знаешь, как играй красиво. Вот ты любишь такое понятие? Играть для болельщиков. Я очень люблю такое понятие. И в нападении, если бывает такой момент, я стараюсь что-нибудь такое сделать. Но мало таких моментов бывает, но они запоминаются. Готов удивлять болельщиков? Вот 17-го числа у нас будет уже первый матч на центральной арене. Что-нибудь ждем от Марата Сиддикова? Во-первых, я очень жду этот матч, чтобы увидеть, сколько их, как они поддерживают. И я думаю, если нас будет очень хорошо поддерживать, мы просто понесемся так, что мама не горит. Хорошо. А к тебе является твоим четвертым клубом в профессиональной карьере. До этого были и Рубин, и Нефтехимик, и Днепр, Смоленск. До сегодняшнего дня ты сыграл в общей сложности 82 матча на самом высоком уровне, можно сказать. Уже успел оценить именно чемпионат Казахстана? По сравнению с теми лигами, где я играл, конечно, скорость повыше, жесткость, борьба, и тут очень много опытных и классных футболистов. Болельщики к тебе отличаются своей преданностью к команде, стараются не пропускать выездные игры, ты, наверное, сам уже заметил, а домашние игры вовсе превращаются в праздники. Действительно, для нас футбол это, можно сказать, третья религия. И по четырем турам как оцениваешь культуру боления наших фанатов и вот в целом атмосферность в Казахстане? Как ты говорил, уже побывал в четырех городах и наши болельщики самые сильные и самые шумные и поддерживают хорошо нас. Ну, в общем, достаточно количество болельщиков приходит. Футбольная атмосфера чувствуется вполне. Конечно, это ну, как сказать, не любительская лига живет. Чемпионат Казахстана, высшая лига. То есть я бы не понял, если бы люди не приходили смотреть на футбол. Вот твоя личная мотивация, чего ты хочешь достичь в октябре? Во-первых, чего я хочу, это с командой достичь того результат, который нам поставили. А для себя прибавлять прибавлять все, больше для меня ничего не важно. Дорогие болельщики, я от своего лица и от лица команды хочу поблагодарить вас за прошедший матч, за вашу поддержку и пожелать, пожелать, чтобы вы так же в нас верили и мы надеемся вас снижать. Спасибо большое. Спасибо. Субтитры создавал DimaTorzok Добавил субтитры